Добрый день дорогие друзья, гости на моем канале. Я как всегда рада вас приветствовать. Сегодня пятница и я хочу вам показать излишки деток, которые у меня есть на продажу. Все, что вам понравится, я могу отправить вам почтой уже на будущей неделе, начиная со вторника. Для того, чтобы сделать заказ, вам достаточно написать мне личное сообщение на любую удобную для вас почту. Вайбер или Ватсап. Номер телефона будет указан в описании под видео. Также в конце видео я номер телефона выведу на экран. Все, что вам понравится, вы можете переписать на листочке бумаги название сорта. Также можно сделать фото, то есть скриншот. Если не получается что-то у вас или вы не знаете, как что-то сделать, вы тоже пишите и я вам подскажу, как будет удобно мне и вам. Минимального заказа у меня нет. Вы можете заказать одну, две, пять деток, десять деток. Самое главное, чтобы все было в наличии. Ну и чтобы вы проживали на территории Российской Федерации. Вот, собственно говоря, и все условия. Ну а теперь давайте начнем. Для тех, кто спрашивал сорт ЕК Рыжий Кот, нашла один укорененный листик, вот он последний, уже больше не будет ни деток, ни укорененных листиков, если только свежий срез. В общем-то, вот такой вот листик с детками готов ехать к вам. Здесь у листика несколько деток, четыре так точно. Отличные корешочки. Хороший материнский листик. В идеальном состоянии этот листик способен выкормить, вырастить вот этих деток. И вы еще также можете его поставить на вторую волну. В общем-то, пишите, кто спрашивал. ЕК Рыжий Кот. Идем дальше. Из пестролистников. Есть еще вот такая вот красивая деточка. Нес Оранж Пикои. Давайте посмотрим корешки. Пересаживать, в принципе, ее еще рано с этого стаканчика. Ну, корешки хорошие. Нес Оранж Пикои. Я очень люблю этот сорт. Он похож, в принципе, чем-то с ЕК Рыжим Котом. Вот ЕК Рыжего Кота там цветы более крупные. А по окрасу это похожие такие цветочки. Такие персиково-рыжего цвета с розовинкой. Вот такая вот красивая тоже пестролистная розеточка аккуратная. Плюс этого сорта по сравнению с ЕК Рыжим Котом. Здесь цветоносы не длинные. То есть они возвышаются над розеточкой. Не падают по листочкам. То есть вот так вот. В наличии две детки. Они приблизительно одинаковых размеров. Нес Оранж Пикои. И еще одна деточка. Это сорт Reflection of Spring. Вот такая детка. Эта фиалочка цветет такими цветочками-качанчиками. Цветет очень долго. Полгода точно цветет. И сорт достаточно неприхотливый. В наличии есть еще две деточки. Одна чуть большего размера. Ну и вторая такая же. Также осталась одна детка ДС Сияющий Колокольчик. Это кстати у меня листик цвел. И еще в общем-то детка цвела при листе. Поэтому я уже видела цветение и подписала, что это сорт. То есть вот эта детка 99% процветет по сорту. ДС Сияющий Колокольчик. Дальше Леманжента. Это вообще классный такой сорт. Тоже для образца примера. Сделаю вставочку в видео фото. Как она у меня цвела Леманжента. Вообще шикарно. Цветочки такие некрупные. Они что-то вроде качанчики, махровые. Ну вот что-то такое интересное. И почему-то у меня ассоциация гроздья винограда. Вот как цветет Леманжента. Долго цветет. Обильно цветет. Сорт вообще неприхотливый. Классный. Дальше детка. ДС Волшебный Бутон. Сделаю вставочку. Образец цветения. Но фото будет не мое. Потому что у меня это новинка. И у меня еще этот сорт не цвел. Возьму с интернета просто для примера. Тоже в наличии ДС Волшебный Бутон. Вот такие вот корешульки хорошенькие. Таких деток три штучки точно. Они все одинаковых размеров. Так что кому понравится, пишите. Еще одна деточка. Она не крупная. Вот. Но корешки здесь уже хорошенькие. Это глазастик с очень крупными цветами. Хумака Инчис. Пока одна детка. Чуть попозже будут еще. У меня, кстати, Хумака Инчис хорошая линия. Там цветы очень крупные. Так. Давайте дальше посмотрим, что у меня тут есть еще. В моих закромах. Значит, два укорененных листика. Осталось они тоже последние. Это сорт Бориса Макуни. Зима улыбается. Смотрите, какие хорошие детки уже. Их уже можно отсаживать. И листики можно заново укоренять. Ставить на вторую волну. Кто-то даже у меня спрашивал этот сорт. Я уже не помню. Так. Вот Синичку часто спрашивают. Есть вот такая вот одна деточка. Вот. Хорошенькая такая. Там, по-моему, уже нет. Бутончиков еще нет. Но детка вот такая вот уже большая. Тоже вот такие вот корешки. В принципе, эту деточку уже можно пересадить в шестерочку. И дожидаться цветения. Сорт вообще классный. Я очень люблю Ват Синичку. Похожих, подобных сортов нет. Также. Так. Это что у меня? РМ Павлина. Вот смотрите. Одна детка осталась. Вот такая красивая. Сейчас вам покажу цветение какое. Вот смотрите. На экране может быть не так яркий, не такой яркий, насыщенный цвет. Но вот тут вообще классные цветочки. Так цветет. На подоконнике цветет более ярко. На стеллаже цветы более такие блекленькие получаются. Вот. У меня это хоть и стандарт, но у меня всегда эта фиалочка с вот такими мелкими листьями. То есть, такая вот розеточка. Не знаю. Может быть, что-то не подходит в моих условиях. Может быть, это вообще особенность сорта такая. Но мне нравится сорт, поэтому выращиваю. Так. Дальше. Что у меня тут есть еще из деток? Одну ветку нашла. ЛФ Ледяной Дождь. Вот такая хорошенькая детка. Тоже спрашивали. Не было в наличии. Сейчас вот появилась. Попозже будут еще укорененные листики этого сорта. Вот такая классная деточка. Сорт мне нравится. Он у меня уже в коллекции давно. Всегда цветет обильно. И цветы долго держатся свежими. Спортов практически не встречал. Не то, что практически. Вообще не встречал. Так. Еще одна детка Ле Злата Скифов. Тоже пока больше не будет в наличии. Вот такая вот хорошенькая детка. Это от конденсата степлички на листике пятнышка. То есть ничего страшного. В этих пятнах нет. Вот. Было у меня три детки. Из трех деток. Одна. Я сразу ее отбраковала. Спорт по листу. То есть затемнение такие по листочкам были. А здесь все в порядке. Все хорошо. И можно с 90% уверенностью сказать, что вот эта детка процветет по сорту. Кстати, Ле Злата Скифов это относится сорт к желтоцветковым сортам. Так. Из менюшечек давайте вам покажу. Вот такая вот хорошенькая уже крупная. Это уже не детка. Это уже можно сказать взрослое растение. Макс Коралл Клакамас. Это очень интересные такие клакамусные листочки. Розеточка пестролистная. Сорт цветет букетиком. Цветочки фантазийные. Спортов не встречала. Часто этот сорт пасынкуется. Нужно удалять пасынки, иначе не зацветет. Вот такая вот красивая деточка. Она в пятерочке. И в принципе ее даже пересаживать не нужно. Можно на фитилек ставить и выращивать. Линейка. Еще из мене в наличии. Вот две деточки. Такие хорошенькие. Тоже кто спрашивал, пишите. Две детки еще есть. Еще у меня есть такая вот красивая детка. РМ Фриволита. И из сортов РМ Феллисити. Вот смотрите, две деточки. Вот эту деточку уже нужно срочно пересаживать со стаканчика в горшочек. РМ Фриволита и РМ Феллисити. Я бы сказала, что чем-то сорта схожие по цветению. Немножко оттенок другой. Здесь более такой сиреневый оттенок. А здесь какой-то вот он кремового цвета. Ну, сделаю вставочку фото, и вы сами посмотрите. Кстати, вот РМ Фриволита. Смотрите, здесь по листочкам такие вот пупыришки идут. Это вот какая-то у меня детка, у которой будут листочки шагриневые. Такая вот красивая деточка. В общем-то, пишите. Так, трейлеры. Смотрите, химерка, вологодский лен. Есть вот такие вот пару деточек. В пятерочках. Это стандартный трейлер. Его со временем нужно будет пересадить в горшок. Ну, как минимум семерку. Уже вот пасынки появились. То есть трейлерок начал уже сам формироваться. Вот, получаете. Ну, пересаживать отсюда еще рано. Как только тут вот появятся крышочки с дренажных отверстий. Тогда можно пересаживать. Это детка растет у меня пасынок. Это не детка, это пасынок в чистом торфе. Так что с поливом нужно быть аккуратным. Ни на фитиль, ни на маты еще ставить нельзя. Поливать по верху горшочкой. И учитывать, что чистый торф, он более влагоемкий. Чем состав грунта с разрыхлителем. Так, нашла еще одну вот такую вот красавицу. Это ропс ванилатрейл. Посмотрите, это уже такой хороший кустик. Я его только недавно пересаживала. Так что в пересадке он не нуждается. Этот кустик еще можно выращивать в этом стаканчике. Вот. А потом пересадить восьмерочку. Ну, уже цветет. То есть, можно уже любоваться цветочками. Это ампельный трейлер. Еще у меня есть. Спрашивали тоже. Спрашивали. НК Лилон Лила. Смотрите, какая хорошенькая деточка. Есть. Это уже... Так. Бутончиков еще нет. Ну, этот сорт рано не зацветает. Но детка достаточно такая крупная. В горшочке пятерочка. Так, корешки уже начали с дренажных отверстий появляться. Вот. Видите, светленькие, миленькие. Поэтому получаете, детку, неделька-две на адаптацию. И можете пересаживать в горшочек семерочку. И выращивать. И любоваться цветением. Сорт вообще классный. Цветет очень крупными махровыми, даже супер махровыми цветочками. А цветоносы крепкие. Но на каждом цветоносе по пять очень махровых цветов. Они просто под тяжестью ложатся на розеточку. Но в целом это смотрится очень-очень красиво. Сорт, я не скажу, что он простой в уходе. Ну, и таким прям сложным его назвать тоже нельзя. Просто он немножко тугодумный. И он не любит яркое освещение. Сразу будет крутиться серединка. И будут жесткие листочки. То есть, вот это нужно учитывать. Вот. Из деток есть у меня еще вот такая вот красота. Это вообще сорт для новичков, можно так сказать. Это у меня, так, океа естербанни. Вот такие вот цветульки красивенькие. Смотрите. Розеточка у этого сорта всегда аккуратная, небольшая. Всегда сорт цветет. Долго цветет. Даже в жару. Только может немножко заплывать могут цветочки. То есть, тут эта кайма не такая четкая в жару получается. Мне напоминают цветочки бабочки. Вот. Когда-то я покупала листик на выставке. Мне очень понравился сорт. Ну, сейчас я уже решила в коллекции его для себя не оставлять. Вот. Потому что для меня он простенький. А для новичков самое то. Так. Ну, собственно говоря, вот и все, что я вам хотела сегодня показать. Жду ваших сообщений. Хочу вас сразу предупредить, что я могу не ответить вам в ту же секунду, в ту же минуту. Но на все сообщения я обязательно отвечу. Заказы я собираю в основном суббота, воскресенье, понедельник. И уже на вторник, среду я планирую отправку. В общем-то, вот так вот. На этом всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok